Машиностроение «Предприятия занимаются производством оборудования для ювелирной промышленности. Сферы, кроме ювелирной промышленности, но затрагивает еще и стоматологию. В нашей сфере очень расширенный спектр оборудования. Есть печи для плавки золота, есть прессовое оборудование, есть вальцевое оборудование для прокатки проволоки, для прокатки ленты». «Оборудование средств еще советских времен, то, что успалось нам выкупить, еще бывшее предприятие завода сопротивления на территории, на которой мы находимся. То, что есть, то есть». «Когда был тот кризис, когда считался официально 3-4 года назад, многие предприятия буквально стали. Потом через год кое-кто видно, что работал. Так вот, с каждым годом я узнаю, что закрывается предприятие или закрывается. То есть те, кто работал, я даже не знал, они до сих пор закрываются. То есть никто не открывается, а наоборот закрывается». «Никакой кредитной программы нет. Никто, конечно, нам не помогает. Естественно, сами приобрести мы такого оборудования не можем. Мы с милой страной не просим. Дайте нам возможность хотя бы приобретать свой парк. Дать к этому трамплин. А если мы делаем на таком оборудовании довольно нормальные станки, которые готовы продавать по всему миру, то, естественно, было бы выгодно этой государству и нашему предприятию. «Подразумные проценты, хотя бы 5 процентов годовых. Хотя бы. Хотя при нынешних ситуациях, при таких скачках валюты даже такие кредиты не помогут». «Сейчас, конечно, немножко трудней стало с заказчиками, потому что цены поднялись, конечно, тут очень дорого стоит оборудование. Нам труднее это все покупать. Дороже обходится и металл, и за воду, за электрику в основном. Энергоресурсы очень дорого стоят, поэтому тяжело». «Подразумные проценты, расходные материалы, детали, например, радиодетали, электрические, то есть они идут по курсу либо в евро, либо в долларах. То есть сразу автоматически, как повысился курс или разу, автоматически их цена в гривне выросла. Естественно, перед заказчиками мы должны им объяснить, почему цена такая. То есть не все понимают, не все понимают». «У меня нечего сработать, потому что украинская база практически не работает. Конечно, на Украине сработающее тяжело. Естественно, оборудование – это индикатор своеобразный. Как-то становится промышленностью плохо, прием Богу, пристает продаваться оборудование». «Зарплата, к сожалению, зарплата осталась в старых садах». «Люди, конечно, у нас в основном пенсионного возраста. Молодежь, молодежи у нас мало. Я думаю, что это заключается в том, что нет подготовки кадров молодых. Раньше в Советском Союзе были ПТУ училища, которые обучали и поставляли на производство кадры. Теперь эти гречевые училища наверняка упразднены. «Такие специальности, как актограф, резервщик, слесарь даже не готовятся. Молодежь не особо охотно идет на эти должности, потому что, в принципе, из-за того, что оборудование устаревшее, производительность труда ниже. И, естественно, зарплата ниже». «Они, во-первых, идут с неохотой, как они привыкли сейчас. Они хотят получить хорошую зарплату, то есть побольше зарплату. Они хотят получить сразу, чтобы у них место было, и чтобы работа была не пыльная. Но в нашем обществе все же это просто не получилось». «Яха должен обеспечить людей, наших станочников, заготовками на будущие детали, чертежами. Если, допустим, кому-то что-то неясно, тоже объяснить, как это выполняется, та или иная деталь». «Если взять лично меня, то я в половине седьмого уже на работе. Я включаю компьютер, просматриваю свою электронную почту. Это занимает полчаса. Потом смотрю новости, то, что есть интересное в мире электроники и так далее, в технике. Но потом у меня есть сразу несколько задач. То есть есть задачи проектировки какое-чего, вот оборудование. И задачи потом сборки. То есть о том, что сидеть за компьютером восемь часов – это нереально. То есть голова уже болит. То есть два часа за компьютером работаем, потом в цех заходим, и у нас есть задачи по сборке либо по ремонту вот оборудования. То есть у нас другое дело, то есть универсальное. И проектировка, и ремонт, и сборка. Обед у нас, если это интересует, обед у нас с половины первого до часа. А заканчивается наша смена, уже трудовой наш день, половина четвертого. Вот здесь в полусобранном состоянии печь муфельная для отжига. Деталей различных используется в ювелирной промышленности и также других видах. Мы выпускаем три вида этих печек. Первое, второе, третье – в зависимости от объема камеры. Занимаюсь сборкой именно этих печей. Работал около полугода. Приехал из Донецка в силу сложившихся обстоятельств. В Донецке работал на шахте «Скотинска». И работал 20 лет слесарем на сборке. Завод «Гармах» Рученковский в городе Донецке. Работал бригадиром слесарей-сборщиком. Здесь работаю слесарем-сборщиком. В Одессе город очень понравился. Гостеприимный, задушный. Своим лицом, как в Рудочке. Я слышал, что есть некоторые компании, которые хотят инвестировать. Но я тоже слышал, что с нашими они просто не хотят уметь делать. Но наши привыкли, знаете, как-то относиться к работе, к делам как-то, не знаю, как философски. То есть очень свободно. Не то, что так сказал и сделал, а сказал, подумать, попытаться увидеть клиента, попытаться посмотреть, можно ли его обмануть и так далее. Сколько я с этого буду уметь, понимаете? Я очень, это я слышал много на счет этого. То есть я знаю, что сильно слышу, что компании, да, есть, которые, как я, может быть, но они боятся. Субтитры создавал DimaTorzok